Всё, забыли. Сейчас я принесу эту штучку, которую ты фотографируешь, ему обнулилась память. Меня зовут Михаил, я был в команде Future Fit Tech. Мой коллега Алекс Форпан, более так как лично известная личность, может быть знакомый, кто-то с ним. И сообще в блокчейн комьюнити решила, что необходимо провести такую встречу и там с нашим коллегой Максом Корлоком. И здесь история такая, что инициатором был Александр Иванов, Саша Иванов, это Waves-платформа, Саша, прошу. Саша, не так, не врачей комьюнити, и вот непосредственно человек, который общался, инициировал, спонсировал и делал. Это все в рамках нашего, конечно, замечательного проекта «Future Fit» и «Wallchain Community», но вот Саша, наверное, все-таки лучше расскажет. Саша Иванов. Я профессиональный проект «Raves», проект «Lisq» в чем-то, да, то есть мы развиваемся похожим путем, да, есть какой-то ICO, краудфандинг проекта, технологии несколько разные, но близкие в чем-то. И Макс сказал, что он приезжает в Москву, я подумал, что российской аудиторией будет очень интересно знакомиться с LISQ, потому что это серьезный проект, он, в принципе, играет на том же поле, что эфириум, но играет по крайней правилам немножко, и, с моей точки зрения, в чем-то даже более интересном, он более безопасен, что в связи с последними событиями, с LISQ вам очень интересно представляется, допустим, все LISQ и sidechain, да, то есть вам хорошая такая вещь, которая выделяет LISQ из других проектов, это первая адресация sidechain влияния, то есть что такое sidechain? Это blockchain, который живет своей жизнью. И все проблемы будут, если только будет DAO в LISQ, они будут ограничены и отключены sidechain. Соответственно, это очень интересное направление с точки зрения безопасности, и я считаю, что вот такие вот проекты, технологичный LISQ, имеют право на жизнь, и я не буду конкурировать эфириум на его же поле. Поэтому я считаю, что в России будет очень интересно ознакомиться всем с ординативными подходами к эфириуму, и вам сейчас расскажет все подробно и в детали. Спасибо.